МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня стартовал судебный процесс по вырубкам в Барнаульском парке Октябрьского района, известного также как изумрудный. Прокуратура обвиняет теперь уже бывшего арендатора в том, что он незаконно вырубил более 500 деревьев, оставив без леса значительную часть парка. На первом заседании, которое состоялось в Октябрьском районном суде, прокурор зачитал обвинительное заключение. В частности, прозвучало, что незаконными рубками городу был нанесен ущерб более чем на 15 миллионов рублей. Правда, представитель администрации Барнаула на заседании отсутствовал. Его показания планируют выслушать на следующем, которое назначено на 19 февраля. Подробнее о начале процесса смотрите в вечернем выпуске. В Барнауле задержали мошенницу, которая обманывала владельцев банковских карт Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительной информации, преступница обокрала нескольких жителей. Руки за голову! Действовала мошенница по распространенной схеме. Звонила людям и говорила, что их банковская карта заблокирована в связи с мошеннической попыткой снятия средств. Для разблокировки человеку предлагалось сообщить мнимому оператору разовые пароли карты и ее содержимое. Таким образом, женщина обманула несколько человек. Все это злоумышленница делала из Барнаула. При задержании полицейские обнаружили в ее квартире мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и денежные средства. По фактам совершения преступной деятельности уже возбуждено 15 уголовных дел по статье кража. Правоохранители устанавливают причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям. Сегодня в крае дан старт мероприятиям, посвященным юбилею писатели, актеры и режиссеры Василия Шукшина в этом году ему исполнилось бы 90 лет. Около часа назад в правительстве края обсудили план основных мероприятий, их более 50. Как жители края отметят юбилей своего знаменитого земляка, расскажем в вечернем выпуске. Добавим, что сегодня в концертном зале «Сибирь» представят хореографический спектакль «Жил человек» по произведениям Василия Шукшина. Режиссер-постановщик, народный артист России Владимир Васильев. Кстати, в марте этот спектакль покажут и в Москве. А в октябре этого года на родине Михаила Калашникова в селе Курья планируют осветить крам знамения. Сейчас там ведется реконструкция. Возможно, богослужение проведет патриарх Кирилл, если примет приглашение на участие в торжествах по случаю столетия нашего земляка. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по организации торжеств. Такое очень торжественное мероприятие. Наверное, кто занимается информационной поддержкой, вот видео, нужно быть готовым, чтобы хороший сюжет сделать по освещению храма. Это очень красивые картинки обычно. Ну и также наверняка будут материалы какие-то, упреждающие юбилеи. Там документальный фильм о Калашникове. Наверное, можно отдельный фильм сделать и о возрождении храма. На совещании отметили, что реставрация столетнего храма закончится уже в сентябре. Правда, до сих пор не готов главный колокол. Средства на него собирают с помощью народных пожертвований, процесс длится очень медленно. Все еще не хватает 600 тысяч рублей. Оргкомитет поставил этот вопрос на особый контроль, чтобы успеть найти деньги. Руководство Куринского района, которое также приняло участие в совещании, правда, по видеосвязи заверило, что к юбилейным дням приведут в порядок и само село. Обещают реконструировать улицу Калашникова, провести там уличное освещение. Кстати, всего в рамках празднования столетия оружейника в крае пройдет более 50 мероприятий. К примеру, 23 октября в Краеведческом музее откроется выставка «Калашников. Человек мира». Ее изюминкой должен стать личный автомобиль Калашникова «Отечественная Лада». Артисты Краевого музыкального театра устроили забастовку. К этой акции протеста присоединился только мужской состав труппы. Четыре человека с плакатами в руках вышли на нулевой километр, чтобы озвучить свои требования. Они потеряли работу, их родной завод закрыли, они вынуждены искать средства к существованию. И один из способов заработать – организовать мужской стриптиз. Это краткое содержание премьерного мюзикла, который состоится 15 марта в музыкальном театре. Постановка преимущественно для женщин. Ограничение по возрасту 18+. Это не только комедия, но и тонкий драматический спектакль, где наряду с пластикой будут также внутренние переживания, глубокие чувства затронуты. Барнауль открылся шестой по счету салон «Оптики Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу, изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы о том, как сделать свой мир ярче. Расскажем сюжет. Салоны «Оптики Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне «Оптики Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз в «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» – преобрази свой мир. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» – в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае по-прежнему очень холодно. В Рубцовске – минус 32, в Бийске – 31, 27, морозы в Белокурихе, в Барнауле ясно, ветер юго-западный умеренный – 27, со знаком минус. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.